всем добрый вечер с вами канал питомник милый я людмила гробунова пришла в теплицу на втором этаже гаража проверить как себя чувствуют малыши крупнолистные гортензии и френч болеро вчера мы ездили в красноярск леруа и в саду садовый магазин взяла агробалт взяла торф биомастер крепкая рассада и вот столько много для окрашивания это флоризель голубая гортензия леруа стоит 25 рублей что я хочу сейчас сделать чтобы гортензия стала синий или голубой надо начинать подкрашивание уже сначала весны вообще везде пишут берем или флоризель или от форты для гортензии здесь пишут что строго до начала цветения я с этим не соглашусь прошлом году я красила до начала цветения здесь столовая ложка на 6 литров воды полив здесь вот эти можно и поливать но я делаю иначе раскладываю в каждый горшочек по одной щепотки если горшочек побольше тогда как большая щепотка или две я окрашивала вот например у меня цвел сорт blau майс я подсыпала кислого торфа порохлила перед этим и посыпала вот флоризелем просто поверху горшка и она стала уже цветущая менять свой окрас и я считаю что можно красить и до цветения и во время и поддерживать течение всего периода цветения всего лета если я не права поправьте меня но я делала так и у меня все получилось выложу в сообществе фото я также посыпала им гортензию бесконечное лето и она у меня стала такая аж перламутровая синяя красивая красивая а еще можно как сделать горшочек горшочек побольше горшок одна сторона подсыпаете когда куст уже меняете цвет сульфат алюминия или вот здесь также дома сульфат алюминия а другую не трогаете и куст тогда будет цветной переливаться синий розовым фиолетовым сиреневым это и очень очень красиво вот это теплицы там и теплицы и хранилище два в одном у нас минус двадцать пять в теплице вчера вечером проверяла температуру на градусики у меня было минус ой минус простите плюс пять это самое идеальное пять градусов но порой когда у нас потепление на скачки постоянные плюсы плюсы минус когда потепление то надо все таки следить здесь также и за поливом я всегда говорю что не поливаем вот здесь стаканчики совсем маленькие здесь сейчас надо мной инфракрасный обогреватель отапливается только инфракрасные они стоят таймер у меня на минимуме даже меньше чем десять градусов что если холодно чтобы здесь был небольшой плюс смотрю вот здесь отличная корневая пора переваливать минимум в три литра а то и в пять но он сухой при сухой очень сухой аж листочки повяли я хожу и выборочно поливаю вот здесь также выборочно поливаю что я хочу сейчас сделать беру флоризель и вот так щепоточкой посыпаю так я сделаю несколько раз и они уже будут свести у вас должны будут свести синим или голубым у меня которые растения меняют цвет вот например френч болеро блю у меня растет в синих стаканчиках френч болеро пинг растет в розовых и вот я думаю наверное я покрашу только блю пинг не буду но в прошлом году я посыпала и окрашивала пинг и при окрашивании она у меня цвела синим стала блю вообще бытует такое мнение что все это маркетинговый ход здесь мы не красим а синие голубые они изначально покрашены это чтобы вам не терять время здесь уже все заложено что почву почву мы почву закисляем окрашивание можно делать столовая ложка уксуса лимонной кислоты на 10 литров воды но это уже прошлый век сейчас есть удобрения от буйских коробка там сразу заложены красители и удобрения очень очень рекомендую и сейчас есть бонафорты если не знаете чем красить и кормить возьмите любые удобрения для гортензии там умные люди все за вас за нас придумали поливаем тогда с этим удобрением но сейчас не удобряем вообще не кормим ничем я обрабатывала как-то отключая болезни и все некоторые листики начали как сохнуть это уже как скидывает лист другие уже скинули вот я почистила осталась одна цветочная почка вот цветочная почка здесь также вот вяленькие вот эти вот все убрала некоторые плохо убираются все вот она цветочная почка вот цветочные почки здесь также все хорошо те сорта которые у меня будут у меня цвет на синий они у меня в синих горшочках я их буду посыпать вот этим флоризелем чуть позже я еще полью радугой от форты все делаем по инструкции и вот смотрите раз раз и вот прохожу конечно же быстрее полить я буду проходить каждый индивидуально потому что здесь у меня в перемешку и синие и розовые вот здесь берем вот сколько у нас здесь посыпано потом или с поливом или здесь у меня капиллярный мат здесь стеллаж по уровню я наливаю еще нижний полив чтоб он равномерно распределилась вода и снизу горшочки питаются этой влагой спокойно только снится решила покрасить а вот здесь что я заметила вот они еще держатся 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 деревянники а вот уже пошли новые росточки все вроде бы терпимо если вам кажется что они растут рано не доставайте это очень и очень рано сейчас они у меня здесь без до светки с небольшим плюсом это я включила сейчас между рядами только свет а так они с небольшим плюсом здесь я пододелась прям я руки замерзли холодно холодно вот красим с весны начинаем сейчас но если у вас хранилище то пока делать пока этого делать не стоит как достанете и уже можно будет посыпать и так делать я делаю интуитивно вообще пишут с каждым поливом я делаю не с каждым то удобрения то именно красители раньше еще делали как ложка столовая лимонной кислоты или уксуса 70 процентного на 10 литров воды через сутки двое через сутки двое поливаем любыми красителями тогда эффект мне кажется лучше ну прошлый год я делала просто посыпала мне также эффект очень понравился давайте у меня вот здесь есть в оригинальном горшке я на днях ее вытащила большую весеннюю перевалила в 5 литров а сюда снова высадила из P9 так я делаю ну это постоянно меняет вот эту розовую мы также покрасим и посмотрим я вам покажу что она станет синяя ну вот так я примерно так посыпала я считаю что ну практически все или очень многие розовые сорта меняет окрас синий-голубой пурпуровые красные станет такая темно-бордовая или сиреневая гиперплданс например красная-красная но при окрашивании станет такой фиолетовая или пурпуровая темной при темной сейчас моя задача все синие горшочки пройтись вот этим красителем и постепенно с поливом все это будет закислять усваиваться и будет ну как правильно сказать такой как заложен ген что говорят что синяя вот blue френч болеро окрашивается быстрее чем пинг пинг тоже красится это проверено вот и пройдусь не все а некоторые горшочки пройдусь вот так вот полью полью потому что они здесь пересушены полью совсем немного а пересушен у меня сейчас над головой прямо греет инфракрасный обогреватель в чем его преимущество он не сушит лист он не сушит и здесь у меня 5 инфракрасных обогревателей между рядами форточки обледенели у нас обещают за 40 не знаю верить не верить но очень и очень холодно обещаю ой так еще я принесла самшит у меня есть самшит вообще говорят что в сибири он у нас не зимует это у меня угостили веточками покупатели что у них он зимует у меня он пока находится в теплице он очень медленно растет вот только сейчас начались у него приросты только сейчас сейчас я его трогать не буду как только нарастут еще немножко приросты я сниму все на черенок это сделаю примерно через месяц вот этим костиком вот этого два года он немножко не сформирован хотя черенки я брала я все вот эти свежие макушечки возьму на черенок и он из каждой пазухи выпустит еще веточки у меня получится такой шарик вот им два года что я приготовила такие маленькие им год они с прошлого года вот это же попушистее горный самшит вот новые приросты вот эти я буду брать на черенкование именно вот эти свеженькие зелененькие эти макушечки сниму видео вам покажу так же вот это все возьму на череночек а именно срочно их перевалить ну в литр или в два подумаю а годовалые перевалить в п9 перевалить в п9 ну все работа у меня еще много у нас уже вечер я щас работаю дозированно поработала немножечко пошла отдохнула дома поубиралась поработала немножко вот уже вот 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 начинают просыпаться вот так у вас проснулись вот побег свежий еще пока держимся еще не вытаскиваем я буду включать досветку когда прямо пойдут много здесь побегов свежих начнут почти тянуться тогда я буду включать здесь досветку это я сделаю примерно в феврале не знаю начало или середина но это будет февраль месяц и они тогда активно пойдут в рост чем дольше у них период покоя тем лучше что то я смотрю а нет думала видео не снимается нет снимается чем дольше период покоя тем лучше ну ладненько подписывайтесь буду показывать вам черенкование выращивание черенкование уже будет скоро сейчас этого делать не стоит не надо сбивать цикл растению я видимо так говорю потому что у меня это все пройдено прошлый позапрошлый год я все это делала и черенковала и поздние и зимние нет лучше весеннего черенкования до лета ничего нет день сейчас пойдет на прибыль уже пошел на прибыль и буквально даже в феврале я считаю черенковать рано потому что по моему опыту февральские черенки развивались медленнее чем мартовские апрельские и там майские они тормозили в росте и сейчас я избегу этих ошибок и сделаю черенкование позже и вот сейчас думаю какие мне быстрее доставать крупнолистные или метельчатые я думаю крупнолистные для раннего черенкования метельчатые пусть еще пройдут период покоя отдохнут им это обязательно вообще гортензии это листопадный кустарник им все-таки зимовка обязательно от двух трех до шести месяцев чем дольше тем лучше тем они будут обильнее цвести нагонять массу и быстрее развиваться кусты будут мощные мощные откуда только не возьмется здесь будет еще много сейчас две веточки три-четыре еще пойдут прикорневые побеги я поработаю дальше всем до свидания и всего хорошего до свидания до свидания до свидания до свидания